Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Вы задаёте отношения с бывшим, который долгое время придётся вернуть. Живём вместе, пока не работаю и зависим от него финансового приказа. Всё время есть уплёки по этому поводу. Как только указываю на это, он открещивается, будто благодетель. Хотя у меня есть жильё, я могу уехать в любое время, он это знает. Однако то, что я вернулся к нему, видимо, в его собственных глазах его как-то понимают. И при каждой мелочной ссоре он уставляет меня дурой. Оскорбляет без аргументов, пинает как собаку, пытается закрыть рот. Теперь я пожалел о том, что вернулась, но пока не могу найти работу и уехать. Я, мол, очень терплю. Он потом извиняется при испрощении, видит, что я обижен, но как мне дать ему понять, что как только я стану независимым от него, он не сможет так остываться надо мной, если любит то как-то усмирить свой пыль. Автор вопроса обращаюсь в данном случае к вам. Динара вас зовут. В первую очередь хотелось бы обратить ваше внимание на следующий момент, на претворяющие, которые, как мне кажется, присутствуют. Вы говорите, что у вас есть жилплощадь, что вы можете, как бы, ну, уехать. Вот, ну, как бы, да, при желании вы можете уехать, вы говорите об этом. Вы, так вот, себя в данном случае, ну, преподносите. Ну, вот, какой аспект. Вы, вы же говорите об этом, что, как бы, ну, уехать вы не можете. А, потому что вы от него завистили. И, на мой взгляд, это некоторое такое, скажем так, противоречие. Вот. Да, может быть, это противоречие и не кажется для вас каким-то таким особенным. Вот. Но все же я считаю необходимым обратить ваше внимание на него. Потому что оно присутствует. Вот. Как же так, что, с одной стороны, вы можете уехать в любой момент. А, с другой стороны, вроде как и получается, что не можете уехать. А, потому что вы от него финансово зависите. А, дальше, вопрос в мотивах, как мне кажется. А, вот. То есть, что это значит, да? А, ну, что я имею ввиду, говоря о мотивах. А, вы к нему вернулись и по какой-то случайности. Вот, ну, наверное, чистой случайности. Вот. А, как-то вот так вышло, да, что вы вернулись и стали от него зависимыми. Вот. Это, конечно, вопрос, на который, мне кажется, нужно поискать ответ. Потому что одно дело вернуться просто, и, ну, другое дело вернуться, что это зависимость. Вот. Поэтому я бы, конечно, ваше внимание бы на данный факт как-то обратил. Потому что аспект это важный. Вот. И мне бы хотелось, чтобы вы как-то на это обратили своё внимание, да, потому что это, на мой взгляд, достаточно важный момент, вот, потому что всё-таки зависимость, но она не появляется на ровном месте, финансово, я имею в виду зависимость, вот. Следующий аспект, из-за чего вы расстались, на мой взгляд, это очень важный момент, то, из-за чего вы расстались, потому что, если вы расстались, а у вас имели место быть некоторые трудности, например, проблемы, вот, то как вы их решили, когда, ну, сошлись, условно говоря. Это тоже, на мой взгляд, очень важный момент, да, потому что нерешённые проблемы, они как бы, ну, и не будут решёнными, вот. То есть вам нужно здесь посмотреть, а как я решила свои проблемы, из-за которых, собственно, и расстался, да, то есть, ну, были ли, было ли что-то обговорено, да, вот, были ли приняты решения какие-то, вот, если были, то какие решения были приняты, как и так далее. То есть это всё нужно вам для себя выявлять. Следующий момент. Вы говорите про ссоры, вы говорите про конфликты. У меня вопрос. Какой лично вы вносите вклад в конфликты со своим мужчины? То есть, ну, вот вы говорите про приказы и в ссоре, он вас, ага, значит, обвиняет и так далее. Но это вы говорите про него. А вы сами какой вклад вообще вносите в конфликт? Ну, очевидно же, что какой-то вклад с вашей стороны есть. Вот. Обратите внимание, ссора начинается, он вас упрекает, вы обижаетесь, он извиняется. То есть как-то это вот здесь немножечко деструктивно, я бы сказал, развивается между вами коммуникация. Вот. Поэтому это тоже нужно корректировать. Да, если там у молодого человека есть какие-то проблемы, это одно, но в данном случае речь идет и про вас. И с вашей стороны тоже возникает некоторая проблематика, которую, на мой взгляд, также нужно разбирать. Вот. Это достаточно важный момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание. Вот. Дальше. Вы спрашиваете, как дать понятие ему? Да? Ну, никак. Потому что вы ушли от него, а потом вы к нему вернулись. И, соответственно, молодой человек думает, что вы от него зависите. Да и кроме того, мне кажется, что зрелая личность, уверенный в себе человек, не будет пытаться что-то доказать. То есть зачем? Ну, если все так обстоит, как вы говорите, то зачем что-то человеку доказывать? Для чего? Какой в этом, извините, смысл? Да? Какая? Какая в этом вам, ну, грубо говоря, польза что-то доказывает? Ведь, говорите, вы по факту о том, чего еще нет, потому что работу вы не нашли. Да, вы работу найдете. Это может быть факт. Но пока вы ее не нашли, молодой человек исходит из того, что есть. Как будет работа, тогда и будет разговор. Но обратите внимание, вам нужно убедить человека в чем-то, чего еще нет. И вот это один из самых, мне кажется, ключевых моментов. Пытаться убедиться и говорить о том, чего еще нет. Вот это довольно деструктивный аспект. Вот, потому что он не совсем реален в данном случае. Дальше. Вы говорите по факту о том, что вас задевает. Ну, то есть, вы говорите о том, что, вот, как бы, мне обидно и так далее. То есть, вы обижаете, что вас это как-то задевает. Вот. Соответственно, нужно, необходимо разобрать, что именно вас задевает. Да, как бы, потому что, ну, разбираться в себе. Вот. Уметь, точнее, точнее, даже разбираться в себе. Это очень, очень важный элемент. Если вы можете в себе разобраться, то вы можете отдавать себе отчет в том, что происходит с вами, с вашей жизнью. Вот. То можно себе транслироваться человеку. Вот. А если вы уходите в обиду, вот, то вам ничего хорошего не получается. Почему? Да, потому что, как бы, обида – это ожидание человека того, что он вас поймет. Обида – это ожидание человека того, что он что-то для вас делает. Обида – это ожидание какого-то конкретного, к сожалению, поведения. А это конкретное поведение может и не настать. То есть, по факту, это что? По факту, это перекладывание ответственности с себя за то, что происходит с вами, на него. Вы же сами выбрали молодого человека, вы сами выбрали бывшего, с которым вы когда-то расстались. И, судя по всему, вы выбрали такого человека, который, ну, с которым ваши проблемы не очень-то решенные оказались. По факту, вот это и есть ваша личная проблематика, на которую вам, как мне кажется, нужно обратить самое пристальное внимание. Потому что от этого зависит ваша, собственно говоря, дальнейшая жизнь. Вот, и пока вы нацелены, ну, что называется именно на борьбу, вот, человека, вот. Пока вы нацелены именно на то, чтобы бороться, чтобы что-то доказывать, вот. На мой взгляд, ничего хорошего не получится, потому что эта борьба, она, в принципе, нескончана. Вот, самое главное, что молодой человек понимает, что, ну, как бы вы кричите, кричите, да, статус как бы не меняется, не меняется. Вот. Так что вам нужно внимательно посмотреть на себя, на то, как вы оказались в положении, когда вы зависимы от кого-то. Вам нужно обратить внимание на то, как вы оказались без работы, я думаю, что к этому тоже привели, привела, точнее, привела какая-то, ну, так скажем, цепочка ваших действий. И это тоже очень важно, в данном случае это тоже очень важно, потому что эти цепочки вы не осознаёте. Вы можете сказать, что да, я вот, ушла с работы, потому что меня сократили, да, вот, я ушла с работы, потому что мне там не нравилось, или что-то ещё. Аргументы есть всегда, но это ваш выбор, и это ваша жизненная стратегия, которую вы продвигаете глобально, и что бы ни произошло, в этом есть и ваш склад. Как бы, и ваша адаптированность, а в данном случае мы говорим о дезадаптированности, потому что вы оказались в зависимости, не является случайной. Понимаете, какая штука. Вот. Собственно так, я думаю, что, опять же, по опыту могу сказать, что человек гораздо быстрее что-то делает, когда есть мотивация. У вас меньше мотивации искать работу и как-то себя обеспечивать, когда вы находитесь с молодым человеком. Даже, даже вот с таким, даже вот так, то есть, ну, вот в таком ключе и в таком контексте. Вот. Это звучит, может быть, жестоко, но таковы реальные отношения, к сожалению. Вот. Поэтому на это я также хотел бы обратить ваше внимание, потому что, на мой взгляд, это достаточно. Важная и достаточно, ну, скажем так, цена. Вот. Вот вы пишите, я молчу терплю. Значит, как дать ему понятие, как только я стану независимым, он не сможет развиваться. Это сможет. Вот. Если любит, то как-то усмирит свой пыл. Вот это не очень понятно. То есть, вы, как бы, потребуете от молодого человека какого-то поведения. А он демонстрирует совсем другое поведение и, как бы, на что вы опираетесь в данном случае, не очень, не очень понятно. Вот. То есть, вот обратите внимание, что ваша история, она несколько вырвана из контекста. Да? Вот. И ваш вопрос, он ведь про другого человека, не про вас. Он не про то, чтобы разобраться в себе, подкорректировать себя. Он про то, чтобы, ну, в общем-то, как мне удобнее остаться в том положении, которое мне не очень-то нравится. Вот. Поэтому внимательно и честно спросите себя. Я возобновила отношения с бывшим. Для чего? Я говорю о том, что он любит меня или не любит. А я как к нему отношусь? На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моим ответам. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.